Валентина Ивановна Валентина Ивановна, здравствуйте! Привет вам с Нижнего Амура! И спасибо за то, что вы смотрите меня. Продолжайте смотреть, поддерживать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хочу пожелать вам здоровья, позитива во всех жизненных делах и всегда хорошего настроения. И пускай вы уже давно перебрались с культурной столицы Дальнего Востока, с города Хабаровска, в культурную столицу нашей Родины, Санкт-Петербург. И тем не менее, мой канал – это место встречи для всех земляков-дальневосточников. Добра, здоровья! Ну, а мы с Божьей помощью продолжим сегодняшний выпуск. И, внимание на экран, сегодня будет интересно. Итак, друзья, мы продолжаем блог. Я нахожусь в первой поликлинике. Я сейчас пришел, значит, к терапевту на прием. Вот сюда, Косточкина, Любовь Николаевна. Вот через полчасика, я думаю, меня примут. Что, собственно, случилось? Ну, случилось, я уже рассказывал, да, уже, как, около 5 дней назад у меня, значит, симптомы гриппозные были. Думал, все-таки обычный грипп. Грипп, ну, нет. Позавчера я ощутил, что у меня полностью отшибло вообще обоняние, полностью. То есть, я не чувствую даже запах эссенции. И на шатырь даже не выбивает слез. То есть, абсолютно полностью, значит, дыхательные пути, рецепторы полностью отключены. Ну, и также вкусовые ощущения, вообще полная ноль. Ну, не сказать, что живешь вату. Ну, что-то такое, что-то такое, что-то такое, как-то пережил, очень непонятно. Очень такой ароматный борщ сварил. И не чувствую никаких, значит, вкусовых гастрономических, гастрономических экстаз, то есть, проходит мимо. Вот. Ну, сейчас, значит, посмотрим, что будет на премии врача. Что, значит, какие анализы будут назначены. Будет ли назначена рентгенограмма. В общем, да, конечно, надеялся на это. Ну, если нет, то, видимо, будет какая-то мотивация. Посмотрим, понаблюдаемся. Так, село Красное. Амурская, 25, квартира, 3. 23. Адрес у вас правильно здесь? Амурская, 23, квартира, 3. 23, да? Да. Атлант. Да. Так, номер телефона, пожалуйста. 914. Не слышу, 914. 914. 213. 213. Да. 25, 59. Так, слушай, теперь. Значит, у меня была, значит, поставлена прививка. 5 декабря я должен был поставить еще, ну, второй компонент. Вакцина, спутник 5. Ну, 5 дней назад, 5-6 дней назад я себя плохо почувствовал. У меня был кашель серьезный. Отдавался в легких. Вот. Отдавался в голову. Температуры не было, бессимптомно. Давление, ну, нормальное было, в норме. Я мерил на работе. И позавчера у меня раз и легче стало. Ну, кашель так, это самое, стабилизировался. В легкие отдавать, перестало его себе, даю только назад в легкие. И я потерял полностью обоняние. Я даже не чувствую эссенцию. На счет тыр нюхаю. У меня даже слез нет. Нету реакции. Вообще блокированные рецепторы. И, ну, я жую, как тоже, будто все. Не сказать, что это как вату. Нет, сейчас вот что болит? Нет обоняния, да? Нет, нет. Нет, нет, кашель. Откашливается? Температуры нет. Откашливается плохо. Не температуру мерил с утра, а 37,5 было. Сейчас не знаю, сейчас не меряю. Гребусника нет с собой. Вот. Любая, не могу садить. Таша, вот эта услуга. Что? Тогда может тут исправить? Это шапка, она вот здесь идет. Вот тариф образующий. Вот здесь, а не там. Вот она. А я еще 114. Мужчина сделал прививку первую. Должен пойти на вторую прививку. И пять дней назад заболел. Температура субфибрильная. Не чувствует это самое. Я нет, я не в этом плане. Я бы хотел наоборот поставить, но я не знаю, что. Он не делает. ПЦР. Мне про ПЦР больше интересует. Что мы делаем. Вы имеете экспресс, что ли? Я делаю. Если он прививку сделал, ладно. Вы можете ПЦР можно взять, конечно. Если вы как раньше подозреваете у него. Он уже мог поставить, быть, и сами знаете, в инкубационном периоде еще. Уже до этого начать болеть. Там же две недели разгон. А после первого, если спутник ВИИ, оно все равно антидела еще не вырабатывается. Только после второй. Я читал. У нас вот мужчина. Он вообще приезжий. Приезжий. Откуда? Здесь еще нигде не живет. Может мне рентген назначить, да? Ну, конечно, не назначу флюрографию. Пойдем. Рентген мы не назначаем, я не скажу. Вы знаете, я позвоню. Мы только делаем флюрографию. Все. У меня нормальный просто как бы контакт. Это с Анжелой Павловной. Ну, я вам говорю. Я здесь звонил, что она сказала, что для воспалительных процессов флюрографии будет недостаточно. Жесткая снимка, не та. В поликлинике мы не назначаем рентген. Я сразу вам говорю. А кто назначает рентген? Все. Этот вопрос уже. Нет, а кто рентген назначает? Вы скажите. Я же вам говорю, что не назначаю. А кто назначает рентген? Никто не назначает. У нас наиболее лучшее – это флюрография. Давайте сборить не будем. Я буду смотреть вас. Нет, но если вы отвечаете здоровьем своей семьи, то вопросов нет. Я слушаю вас. Ну, и все. И пусть он будет самостоятельно проходить. Рентгенолог. Если он будет по флюрографии что-то у вас, он дополнительно назначает. Дышим. Вот города не помнишь наше. Только дышите, пожалуйста. Вдох, выдох. Ну, вот что-то надо. Кто-то вам позвонил. Что-то 135, 42. 8, 421, 135. Вот 35. 8, 421, 35. Все, а потом уже дальше номер набираете. Вот этот вот. Вот так позвоните. Нет, еще нет. Хорошо. Господи, год рождения ваш какой? Тема, следуем. Спасибо. 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 Садимся в горло, посмотрю. А вы кусочки, да? Да, давай. Ровненько. Так себе, пожалуйста. Да как скажете? Нет. Как? А, вот так? Нет. Ноги свои вот сюда, чтобы они были. Чтоб я вот так вот встала. И вот так вот. Мне надо вот так встать. Теперь открываем рот и говорим букву А. Так все красное, конечно. Это плохо или хорошо? Ну, я не знаю, все хорошее вот так, потому что красное. Ну, если бы я курил, было бы черное. Красное, заболел, поэтому у тебя там хорошее. Ничего хорошего не нужно. К нам пришел, разве что-то есть хорошее? Да нет, конечно. Вот я думаю, все одеваемся, нет давления, да и помирю. Я переживаю, что работников наших просто позаражаю. Хорошо, да. Я давление хочу помирить. Давайте. Кстати, у меня надо... Ты слишком много говоришь, у меня же голова заболела. Да. Давай. Не, ну я просто все... Ну я все поняла. Все равно нужно повторять сто раз. Это же мое здоровье. Да. Мне придетые отношения. По тридцать. Как у меня была старая. Тричная, да? Я бы занимаюсь по неумоладином. Ой, господи. Надо же было... В красном все бы взяли себе. И ПЦР уже взяли. В красном Татьяна Ивановна мне отказывала в лечении, поэтому я вот именно через хронису. Не знаю. Я знаю, что они берут. Ну берут. То есть можно анализы у нас, получается, было сдать? В красном анализы можно было сдать? Ну естественно, анализы не имеют. Они мне нечего не говорят ПЦР. Да, сейчас. В красном можно было взять? Угу. Сейчас делаем ПЦР, возьмем. Это у вас прямо здесь можно? Как видите? Можно я пока не буду кухту одевать? Это жарко еще, да. Так, ну все. Теперь ждите звонка. А куда потом... Вы первые позвоните, когда там устроится. Кабаровск отправляете, да? В ПЦР. Как узнаете, так и... Когда заболел, говоришь? Пять дней назад, да? Спасибо. Расправляю. Пять дней назад? Я, да, пять-шесть. Шесть где-то, наверное. Со второго. Первые симптомы, наверное, еще даже семь дней. Сначала отборло. А урла, говоришь, какая была? Три-семь с половиной с утра было. Состояние такое вялое, такое, апатичное. Все понятно. Смотри. Так как бы нормально, в общем-то. Хожу, двигаюсь там, ну шучу, сами видите, болтаю много. А блок веду. А состояние такое... Не хочу просто вялым казаться. Так, сделал прививку, да, говоришь? Прививку сделал. Когда сделал первую? А давайте посмотрим, у меня с собой... Нет, просто скажи, какого числа. Я сейчас пойду свою заворачивать прививкой. Двадцать, может, пять дней. Сейчас я... У меня, видишь, здесь нет ничего. Слушай, давай, я отниму лучше. Это мне лучше будет. Я забыл, где у меня пахнет. Значит, говоришь, какого должна быть прививка вторая? Пятого. Пятого числа должна была быть, да? Пятого декабря. Пятого прививка должна быть. Пятого декабря. Да? Двадцать дней. Ну, двадцать дней это легко. Где-то числа восьмого, девятого делал. Что здесь не понятно. Ну, да, Гера, так. Делал первую прививку девятого. А, нет, пятнадцатого, пятнадцатого получается. Пятнадцатого я делал. Все правильно, напомнил. О, а я смотрю, думаю, хвостик твой. Юша, я пошла такая. Ты за тридцатые все получила? Там много бумаг. Не знаешь, а? Не видела, сейчас я... У меня половина нет. Водительная. Юль. Там у меня по контактным есть. Только отрицательные почти все. Ага, нет, это вообще по отрицательные. А в карточке нет сертификата, да? Все. Я вам все не поставлю. У меня свою тетрадь. Ты уже с водителями. С водителями тетрадь посмотреть. Не поняла, что Юль. Мне нужна ваша тетрадь водителей посмотреть. А ну, 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 конечно. Держи. Все, сейчас вам возьмут мазок на ПЦ. Ну, вот он у меня с этих, я просто. Сейчас я вам лечение напишу. Ну, точно, долго, долго не разговариваю. Да, 15 ноября. Я стала на темы, которые у меня не очень много. Как вы тут в своем владельце сидите, вообще безглобно? Вообще. Каждый больной старается все высказать. Да. И все бумаги показать. Потому что подуреть. Вы уж меня извините ради голоса. Что-то я тоже разговаривался. Так, все. Теперь слушаем, что вам пить. ПЦ сейчас возьмут, вы там сядете. Придет Наталья Ивановна моя. Так. И все возьмут. Так. А вам я. Значит так, постельный режим дома лежать. Так. Эту делают в течение недели. Так. Обильное питье, полтора-два литра. Так. Так, инговерин 6 дней. Орбидол 10 дней. Одной таблетки. Угу. Одну таблетку в день. Так. 10 дней. Дорогие. Мирамистин мне лучше нравится. Орошение горла и носа. Капли в нос. Это по показаниям, ради бога. Угу. Если у вас нет, ни к чему делать. Угу. За ним. Так. От кашля. Вы не сильно кашляете? Ну, от кашляю. Сиропчик пью. От кашляю специально. Угу. 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 Вы знаете, постоянно звонят. Сейчас. И ожидание результатов подшилось. 07-020. 7, держи так, да? А тут можно заберу вот это. Конечно, листья вам будет салат. По 14-ой. Карта здесь. Карта Орст? Естественно. Мне телефон нужен здесь. Ой, я пытался. Просто карты теряются обычно. Вы точно уверены, что рентген не нужен? Я вам флюорографию, да? Мне подсказала Анжела Павловна, что у флюорографии недостаточно. Ну, мы всем делаем флюорографию. У нас нет рентген. Рентген мы делаем только в отделении, когда с температурой привозят скорые. Недостаточно. Ну, не знаю, что Анжела Павловна говорит. Недостаточно жесткой снимкой, она сказала. Да, мы везде. Мы три года работаем с этим, с флюорографией. Она же получает самое главное. Все. Самое ответственное. Ну, пусть она направляет куда хочет. А, ну, я сейчас пойду попрошу. Не вижу, когда кто-то дает советы и не делает. Не, ну, она же самая главная. Ну, и что? Самая умная, значит. Она мне приказ дает, вот, когда даст приказ, что ради Бога, Любовь Николаевна, на рентген отправляйте, я отправлю. Она сегодня сказала одно, а завтра скажет другое. А у вас плюнки, наверное, опять нету просто, да? Все, не хочу даже. То, что говорят, это еще, знаешь, она в этом деле не понимает. Ну, понятно. Она хирург и администратор. Ну, я же. Она не терапевт, не врач. Я слышал, что пленки опять нет. Не хочу говорить. Уже были случаи в Николаевске, что не было рентгена и умирали люди. Потому что не было пленки. Что администратор пленки. Я работаю с заведующей поликлиникой. Это флюродрофии органов грудной клетки в трех проекциях. Пожалуйста. А, в трех, да? Ну, все тогда, наверное, покажем. Естественно. Там же цветные снимки, да? Слушайте, вы можете помолчать. Вот мне иногда хочется, чтобы еще врач имел право рассказать. Теперь говорите. Так, делаем другим, мне ПЦР-тест. Да, это я себя, себя. Ну, так выбирайте, давайте телефон. Мне надо работать, время идет. Вы работаете. Ну? Муша, что ли, Толик будет? Я поняла. А, смотри, здесь. Советская 68, квартира 5. Я не поняла, это что, у нас съемки сейчас выйдут? Или что? Да, это меня. Может, мы работать будем? Убирайте свои телефоны. Да, вы работаете. Убирайте, говорю, свои телефоны. Я вам мешаю, что ли? Вы мне мешаете. Вы работаете. Вы работаете. Вот и убирайте свои телефоны. Открывайте рот. Вроде просед кем работаем. Открывайте рот, горло, язык вперед. Язык вперед, не горло ваше надо. Вот, молодец. 232, 264, 232, 264, 232, 59, 73. Надо же все зафиксировать. Ну, что тут шоу-то устраивает? Все, мозгово. Шоу должно продолжаться. Вот она была тогда сидеть у себя в красном и там все сдавать. А я не знал, что там. Не знал. Мне сказал красный врач, женщина такая у нас, Татьяна Ивановна, что меня принимать не будет. Я ж чего, скудаю. Я пришел к нормальным людям, которые я принимаю. Все, думаю, вам сказали сидеть. Говорили, что делать. До какого числа сидеть, ничего не сказали, я не знаю. Как результат придет, вам позвонят. То есть мне сейчас сидеть дома постоянно, а на работу что как? У вас больничный лист, я так понимаю. Мне нужно больничный листом отнести на работу, чтобы не какие-то начисления. Чтобы отнести на работу, его сначала закрыть. У вас сегодня откроется. Вы первый раз на больничном? Я давно не был, вообще очень давно. Я не любитель. То есть ждать звонка, да, и все? Да. Короче, ждать звонка. А сколько примерно ждать его, кто знает. Короче, вот как видали, вот первый, первый, этот, первый, говорю, ПЦР это сдал. Все на нерве, терапевт, вообще очень много народу, прям кругом народ, народ, народ сидит. Вот. Рассказываю, как есть. Ну, в общем-то, все нормально. Сами видели, я вот, допустим, видите, иду, как вот говорят. Я могу также, собственно, и по хирургии пройти, и по терапии. Нету там груд, груд, там никаких покойников нету. Нету там в повалку людей лежащих, все это, короче, вам придумали. Вот. Ну, есть уставшие терапевты, реально уставшие, загруженные. Вот. И есть очень много людей, заболевших. Вот. Заболевших или с подозрениями на заболевания. Вот. Что есть, то есть. Пойду попробую сделать флюорографию. Так что, что по поводу рентгена, да, вот, вам сказали, собственно. Ну, слышали сами, да. Я решил все выложить, все выкладывать в открытый доступ, чтобы потом, чтобы не было никаких недомолвок, догадок, чтобы все было как есть. По факту. Так, ну вот, мы, значит, подошли к клюрографии. Кабинет до 13 работает, но вроде еще успеваем сделать. Стоим, сейчас, значит, запишемся. Так, ну вот, все, короче, я на рентген пошел. Вот у нас тут аппарат. Вам прям тогда холод куда? Ну, да. Да? Так, ну все, вот, значит, флюорографию сделали, проекциях, сказали, что, в общем-то, нормально, жесткость достаточная. Рентген врач прочитает. И завтра будут результаты уже. Позвоню, узнаю, скажу. Ну вот, собственно, и все. По результатам сегодняшнего дня, значит, записали в историю болезни мое самочувствие. Температуру не смерили, было некогда, очень много народу на самом деле. И, значит, взяли ПЦР-тест и сделали в трех проекциях флюорографию. Ну, я надеюсь, через телефон уже никто не заразится, поэтому маску снимаю. Вот. Ну, все. Я на своем изоляцию. А вам всем здоровья, тепла, радости. Берегите себя и своих близких. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok